Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что можно и нельзя делать в Турции. Вышла такая статья в интернете, кто-то написал, накидал о том, что правила поведения в Турции, что можно делать, что нельзя, как для туриста, для иностранца, кто в первый раз едет, или кто получает туристический ВНЖ и живет там какой-то период времени, например, месяц, два, три, полгода и так далее. То есть вот правила. Мне это показалось интересным, я хочу пойти прям по пунктам, рассказать, правда это или нет, оправдать это или подтвердить, или поподробнее раскрыть эту тему. Но почему меня вообще эта тема заинтересовала и решила снять такого вида видео? Ну потому что, ребят, эксцессы происходят, не все люди догадываются, что приезжают в другую страну. Ты все равно здесь в гостях какой-то период времени, пока не обтесался и не знаешь правила игры. Ты должен уважать окружающих, не ехать со своим уставом в чужой монастырь. Это не касается только Турции, а я считаю вообще, это касается, во-первых, любых воспитанных культурных людей, которые едут куда-то в новое место, должны уважать окружающих, их там, например, устою, культуру, религию, правила какие-то свои. И если ты этого делать не хочешь, ты остаешься у себя дома или ешь в какое-то другое место, да, но, например, на месте менять то, чтобы уже заложено какой-то свод правил, есть вообще абсолютно просто глупое занятие, очень странное быть одному против всех, где все уже всю жизнь так живут и всех все устраивает. Первое. Не говорить о Турции в негативном ключе. Да, отчасти это правда, но я думаю, никому бы не понравилось, да, когда тебе приезжает какой-то иностранец и начинать в твоей стране поливать грязью то, что у тебя происходит. Это имеют дело... Вообще в Турции как считается, что право имеют так поступать граждане внутри страны, люди, у которых есть турецкий паспорт, то есть они стали гражданами, да, то есть не так, что ты, например, как я, например, с иностранным лицом каким-то нетипичным турецким, и ты вообще никогда не имеешь права голоса, да, нифига. Если ты в этом разбираешься, если у тебя, например, есть гражданство, паспорт, и много лет здесь живешь, то без проблем как бы тебя впускают в этот круг, ты можешь критиковать, да, не именно ругать только, ну, как говорится, критикуешь предлагать, все такое расценивается. Еще хочу дать вам заметочку, кто сюда приехал, там, Аля, на полгода, на год, на какой-то период времени. Я вам вообще советую не вступать в какие-либо дебаты, говорить о социалке, о минусах, о проблемах и о политике, особенно сейчас эта тема активна перед выборами, с малознакомыми, незнакомыми людьми, кто не является вашими друзьями, проверенными и так далее. Реакции могут быть разные. Я говорю, что здесь 50% это оппозиция, 50% за страну, которая она сейчас за президента, правящую партию. Среди этих людей очень много фанатичных людей, которые с пеной рта будут любить свою идею, за которую они, да, борются, назовем так, которую он не отстаивает. Вы не знаете, какая будет реакция. Они очень вспыльчивые, темпераментные, и если вы что-то скажете, как приезжие, например, о том, что сейчас в стране происходит, с негативной точки зрения, кто-то промолчит, будет воспитанно деликатно, сделает выводы, просто с вами общаться потом не станет и поймет, что там невежда, например, да, какой-то лезет, лучше бы своей в стране порядки наводил, чем у нас здесь советы раздал, как нам тут быть, и критиковал что-то. Может быть, другой человек агрессивный, активный какой-то, напасть на вас, наорать, напасть в том плане, что атаковать вас словами, защищать очень сильно свои устои. И сразу скажу, что турки очень патриотичные, и если где-то за границей, неважно кто, будет что-то плохо о их стране говорить, или, например, о президенте или партии, которые они не поддерживают даже, они не позволят это сделать, они будут это защищать для чужих людей. То есть он сам может быть не сторонником этого, но говорить плохо о своей стране или даже о людях, которых он, например, не любит, а ему не нравится, он никогда не позволит. Поэтому лучше вообще в такие дискуссии не вступать. На это минное поле можно заходить, когда ты живешь очень долго, или ты обзавелся документиками в том плане, что не просто ходишь по Турции, ездишь, отдыхаешь, ходишь по Стамбулу, гуляешь, пьешь чаёк, кофеёк, как всё классно, замечательно. Когда ты варишься в социалоке, ты работаешь, например, с законами, с государством сталкиваешься, с бюрократией и всем прочим, тогда ты здесь по местным меркам считается, что ты имеешь право открывать рот, чего-то хлебнул и так далее. Но если ты даже прожил, например, 10 лет, но вообще этого не касался, то лучше вообще об этом и не начинали говорить. Но, как видим, мне кажется, во всех странах многие так к этому отнесутся, это не только в Турции такой момент есть. Следующее правило. Вы не выносите еду из ресторанов в отелях он инклюзив. Я не думаю, что прям будут очень сильно против делать замечания в дорогих крутых отелях, если вы что-то выносите куда-то. Там есть правило, во-первых, которые обычно в отеле прописаны, на стенках висят всякие таблички. Если вы это сделаете, вас могут остановить, сделают замечания. Но, знаете, это будет просто не то, что там в полицию вас дадут. Это будет выглядеть просто, вы будете выглядеть как некультурный человек, который не умеет читать даже на родном языке надписи на стенах, которые для вас оставили, о том, что-то делать не надо. Еды навалом все, all inclusive, посидел, поел. Почему это делается? Для того, чтобы не было грязи, мусора, там, тараканов, мышей всяких не заводилось в номерах, вот эту всю грязь не таскать, а все прочее. Пропащие всякие продукты. И, в общем, я думаю, не синий маленький, не надо вам это объяснять. Лучше, да, этого не делать. Но прям супер какой-то кары, божьи, ругань, скандалы, скорее всего, не последуют. Вам сделают замечания, припозорят. Ну, просто это общие какие-то рамки человеческие, социальные. Ну, как бы, come on, зачем? Что за жадность? Зачем это делать? На вас будут уже не очень так смотреть, косяка, короче говоря, как говорится, давите. И это так оценят, типа, да, окей, вот такая реакция будет. Третий пункт. Не доверяйте пешеходным переходам. Совершенно верно. Почему? Потому что здесь вообще правила очень часто не работают. И по вот этой криминальности на дорогах, ЧП случаем сбитых и так далее, людей в травмах, Турция, Стамбул вообще в частности, и Турция впереди планеты всей, в первых местах мировых рейтингов. Да, если есть зебра, и ты по ней идешь, это не как в России. Ты наступил только ногу с бордюра поребрика на зебру, и у тебя уже все остановились перед тобой. И будут ехать дальше. Здесь вообще закон на наглость идет. Здесь остановятся только, когда светофор загорится. У меня один раз чуть на зеленый свет светофора я на огромной дороге не сбил мотоциклист. Потому что он решил, ну а что, как бы, типа, никто не идет, меня за машиной не видел, я зебру заканчивала переходить. У меня практически передо мной так пролетело. Я чудом осталась цела, так бы, там скорость была под 200. Вот. Да, это правда. И если вы где-нибудь, как турист, находитесь переходным переходом, пользуетесь, лучше идите к светофору. Турки сами и пешеходы не соблюдают правила. Под машины бросаются, переходят где попало. Автомобилиста также не пропускают. То есть вот это неуважение, в принципе, импульсивное, происходит обоюдно. И те нарушают, и эти. Поэтому, чтобы вам, как правильному человеку, который любит правила и заботится о своей жизни, я вам посоветую переходить только по светофору в Турции. Окей? С деброй даже не рискуйте. Ну и с десяти два найдутся водителя, которые проедут, даже не тормознутся. Минимум. В Стамбуле это статистика один из десяти остановится, девять проедут. Это еще от территории, где вы находитесь, зависит. Но Стамбул, наверное, самый агрессивный в этом плане вождение. Если кто здесь в Турции живет, расскажите, как вы считаете, поездили по другим местам по стране за рулем. Расскажите, как вы считаете, на ваш взгляд, где самые неуважительные водители. Я пока что, мой личный рейтинг, это, конечно же, Стамбул. Ну, Стамбул. Даже в Анталии как-то с этим спокойнее. Хотя у меня подружка в Анталии живет за рулем. Она мне говорит, что, блин, Стамбул-Анталия на одном уровне для нее. Ну, в общем, какие у вас мнения на эту тему? Не оскорбляйте флаг, гимны и другие национальные символы. Я еще добавлю о том, что не оскорбляйте президента и деньги турецкие. Это три священные вещи. Флаг и деньги, потому что там изображение Ататюрка, опять же, флага. Нельзя там комкать, рвать, сжигать, смывать в унитаз и все прочее. Я вам про это рассказывала, про историю в новостях турецких парочку месяцев назад. Это уголовная ответственность. А про президента, почему в соцсетях даже нельзя плохо писать, именно оскорбительно, оскорблять нельзя, не критиковать. То есть есть четкая грань, такая четкая, зыбкая, что ее порой чуть трудно найти. Почему? Есть такой закон, он вообще уже сто лет действует, сколько республики. Изначально, когда был президент Ататюрк, революция была, да, был введен закон такой есть в Конституции о том, что нельзя вообще ругать, порочить, ну, короче, плохо отзываться, оскорблять именно прям, надругаться, если можно такое слово выбрать. Над президентом есть такая статья, она никогда не работала. Это была такая аппендиксная статья, вообще к ней не прибегали. Ну, последние годы для борьбы с инакомыслящими, журналистами, свободой слова и так далее, эти статьи очень часто применяют. Там уголовку до четырех лет можно отсидеть. То есть дела, которые по ней сейчас для граждан внутри страны, там, журналистов различных заводились, они обычно делаются условным сроком, но вы, как иностранец, что вы можете, вы однозначно 100% это административный штраф, могут посадить условку, да, депорты страны, если у вас есть ВДЖ, тут же его остановят в действии, если вы с семьей и вашей семьей в том числе. Короче говоря, вам дорога будет в страну закрыта, депорт и запрет на въезд, скорее всего. Обычно с иностранцами в любых делах каких-то неуголовных, если административка идет, то всегда это депортация за их счет, запрет на въезд в страну, то есть чтобы вы уехали отсюда с концами, никогда сюда не возвращались, все очень просто. Я думаю справедливо, лучше уехать и не возвращаться, чем гнить, например, в тюрьме, в чужом государстве, еще потом будут сюда как-то уезжать, в общем. Да, здесь такие правила, и напомню, что в Турции законы работают. И, например, местных жителей, которые захотят вас слить, дать огласки событий, что вы там где-то топтались на флаги, рвали деньги или что-то надругались как-то над чем-то, над какими-то символами государственными, их здесь будет очень много, потому что турки патриоты, они сами это не потерпят, и вас, все, кто окружающий или кто это увидит, первыми вас издадут, потому что это никогда не найдет никакого одобрения, подтверждения какого-то от местных, это будет всегда типа, о май гад, это надо наказать. Здесь это просто табу, даже для местных, естественно, не только для иностранцев. Для иностранцев это вообще. Не забывайте торговаться на базаре, особенно в туристических местах. У меня есть отдельное видео, старенькое на канале, можете поискать про торг, как правильно торговаться в Турции, про вообще искусство торга, зачем, что, как и почему. На базарах, да, я знаю, сразу вам говорю, если мы берем туристический базар, я вам сразу говорю, всякие там лукум в основном, чаи, там что еще, всякие побрякушки, шарфики, вся эта дребедень, она всегда самого низкого качества, самое дешевое, что есть, где закупить, ставят по цене самого дорогого. То есть, если это какой-то лукум и все прочее, вы покупаете в магазинах, типа Коска, там, я не знаю, Баклава Белиулу, например, еще там что-то такое. В общем, Фару Гелиулу вроде, да, называется. В общем, этих сетевых магазинчиков, ресторанов их очень много, про сладости. Лукумы там в том числе, как для туристов, чаи там продают. В магазине мы никогда не торгуемся. На базарах, да, торгуемся, но это район 20-30%, вам сразу говорю. Прямо у спины у рта торговаться так не принято. Посмотрите мое видео, это некрасиво, считается, нахваливать товар нужно, улыбаться, немножко скидывать цену. Но в два-три раза и орать, вы тут все меня тут наобманываете, вы туристов деньги наживаетесь на туристах, скидывай в два раза, нам ничего не продадут, а вас будут, подумают плохо, и скажут вообще, вали отсюда, покупай в другом месте. То есть, это тоже определенное искусство. Торговаться, да, нужно, но в магазинах нет, где фиксированная цена, там не торгуются. Скидочку не просим в магазинах сетевых, крупных и так далее. Мы говорим про базары, какие-то частные мини-магазинчики, типа а-ля сувенирные, там об этом разговариваете. Ну и тем более, не знаю, короче, торг как процесс наслаждения для продавца и покупателя, это одна история, вам с удовольствием тогда что-то скинут. Если вы берете торг как попрошайничество какое-то, сделаете скидку и там за ним ходите-ходите, а вам ничего не скидывают, лучше вообще не пытайтесь, это не очень выглядит. И вам, скорее всего, никто ничего скидывать и не собирается. Короче, может быть, вы не по адресу обратились, не там скидку просите, там, может быть, реальные цены в основном. Но сейчас не знаю, как с торгом, так как инфляция, конечно, накручивают, как раньше, маржа такая же остается. Я вам просто советую и вообще этим не париться. И знайте всегда, что те же самые товары не в туристической зоне, как стоят в два раза, конечно, или хотя бы на 50% дешевле, чем они в самом активном туристическом месте. Если поискать, если у вас есть на это время, в общем, присмотритесь к этому. Не курите в закрытых помещениях. Я с этим вообще не согласна. Здесь можно курить в закрытых помещениях, закон никакого нет. Если не висит таблички, что курение – это ясак запрещено, но у смокинга, короче, перечеркнутая сигарета, значит, курить можно, если такого запрета нет. Во многих ресторанах закрытых есть залы для курящих и не курящих. Курить на улице вообще везде свободно можно. Нет никаких обычных, я не вижу там значков тоже, да. То есть у вас в ресторане, если вы заходите в закрытое помещение, как тут гласит в закрытых помещениях, курить нельзя. Вас спрашивают, вы курить будете, да или нет. Если да, то одна зона, если нет, то садитесь в зону для курящих. Там, как правило, лучше кондиционирование, открываются окна, или крыша опускается и так далее, и так далее, и так далее. Всякие столики при кафе у входа, когда на улице, там везде всегда все можно курить, запретов никаких нет. Поэтому я с этим правилом не согласна. Не курить в закрытых помещениях. Может, просто как совет для здоровья своего не курите, будете здоровы. Да, вполне, но по факту это здесь не соблюдается. Я бы так это назвала. Не соблюдается. Четкого запрета в закрытых помещениях курить нет. Только там, где висит символ, знак соответствующий. Так, не употребляйте алкоголь на улице. В общественных местах тоже такого запрета, как такового, нет. Если мимо будут проходить полицейские, вы стоите в алкогольном опьянении, стоите с бутылочкой пива, да, к вам могут быть вопросы, вас могут проверить документы, забрать в участок, устанавливать личности и так далее. Да, такое может быть. Чтобы не натыкаться на такие проблемы, я бы не советовала этого делать. Если вы выпиваете где-то в ресторанах, ну тут просто такого у нас, понимаете, на улице бухать практически нет. Здесь кто пьет, это рестораны, кафе, в отелях, дома у себя, пожалуйста, такого, чтобы слонялись алкоголи, кто-то с бутылкой, я вообще такого здесь не видела. Поэтому, ну, полицейские в туристических местах ходят, к вам, да, будут вопросы. Лучше этого не делать, но как такового, типа там а-ля правилов, там, 10 лет тюрьмы за это будет и так далее, я здесь такого не наблюдаю. Но и отношение здесь к алкоголю совсем другое. Не забывайте, это мусульманская страна. В принципе, здесь пьют в ресторанах, да, здесь пьют. Есть специальные рестораны, назовем так, попухать-погулять, с музыкой веселой и так далее. И так далее. То есть, с такой потребностью пить на улице, с бутылкой носиться, здесь их вообще нет, короче. Здесь другое к этому отношение. Да, я бы вам не советовала это делать, привлекать себе так внимание. Это просто некрасиво считается. Это, типа, такой ва-ля бомж стайл. Не хотите попухать, бухать у себя дома или в ресторане, в ночном клубе, пожалуйста, не запрещено. Сколько угодно на улицах. Ну, такое себе не очень. Не выходите на улицу без паспорта. Ну, как сказать. Смотря где. Если мы берем туристическую зону, Стамбул, крупные какие-то города, где туристы есть, я бы вам посоветовала брать с собой ксерокопию вашего паспорта, а не паспорт, чтобы его не потерять. Что смотрят полицейские у иностранцев, у туристов в этих паспортах? Ваш въезд, штамп о въезде в страну, просрочили вы визовый, скажем так, режим или нет? Вот и все. Если у вас есть ВНЖ, карточка, берете просто с собой карточку. Но вообще с документами, да, в Турции турки всегда ходят с кемликом своим, с документом, с паспортом или они его заучивают номер, ну, можно назвать номер и он в базе всегда у полицейских проверяется в любых обстоятельствах. Очень часто там нет каких, ну, я знаю своих знакомых, это неправильно. Еще многие даже где-то забыли типа а-ля документы на машину. Это не так критично. Полицейские особо действия у нас сейчас не останавливают, но стало сейчас побольше. Они остановятся на иностранные машины, что-то проверяют. В общем, но по факту можно назвать номер своих документов, не сам номер, паспорт предоставлять, а номер назвать. Но так как вы иностранцы, там печать, да, вам паспорт нужен. Возьмите ксерокопию, сходите с ней, чтобы паспорт не потерять, если вы турист, боитесь и так далее. Например, сумку кто-то овервает или что-то такое. Я сразу скажу, проверяют вообще не всех, что если ты иностранец, скажем так, не местный, видно по тебе, я буду точно спрашивать, доколупываться. Скорее всего, вообще нет. Если у них есть какое-то задание, направление, они работают по какой-то категории, что-то проверяют. Вот сегодня вы можете попасть, назовем так, под эти ориентировки. Так, чтобы ходили, прям докапывались до иностранцев, я вообще такого... Живя практически 10 лет, мне вообще ни разу документы нигде не спросили. Вообще я с этим даже не сталкивалась. Так что насчет того, что вообще не выходите из отеля на улицу без паспорта, это опасно. Ну, я сразу говорю, да, если у вас его не найдется, ксерокопии хотя бы, не самого паспорта, вас могут забрать в участок и просто для выяснения обстоятельств пробить вас по базе, потом отпустят. Ну, парочку часов это займет, мало приятного, но вот такое может быть. Не думайте, что местные не понимают вас, когда вы говорите на родном языке. Не оскорбляйте местных жителей и других отдыхающих. Ну, это, мне кажется, вообще элементарные моменты культуры поведения, это правильно. Да, здесь очень многие понимают вас или отдельные слова, особенно если вы в туристической зоне, да дофига кто вас понимает. Я вам даже больше скажу. Все это слушать, особенно сейчас какой-то поток русскоязычных людей, трэш просто, да. И маты, и перематы, общение, кто-то как с собой общается некультурно, детей ругает и так далее. Я не всегда, к сожалению, может быть, это неправильно промолчу, я всегда говорю, вас и другие люди тоже слышат, ведите себя культурнее, такое есть. Я как-то делала замечание, рассказывала у нас в ресторане, возле нас сидели грузины, обсуждали на русском языке, а не на грузинском почему-то. Очень фривольно, они такие при деньгах сидели, вот это вот а-ля 90-е, знаете, дорвались до денег, когда люди очень некрасиво себя вели. Я знаю, что, в общем, на моей практике люди, у которых есть деньги, ведут себя более культурно, окей, может быть, потому что это турки, но по-другому себя ведут, не вот так фривольно, пальцевеером, что называется, было очень неприятно. Они это все делали между собой, обсуждали за столом на русском, их обслуживал официант, который, это ресторан моего мужа-друга, я там всех знаю, и это официант, он из Азербайджана, он говорит азербайджанско, на турецком, идеально на русском, он ни слова миска, он говорил с ними на английском, еще на английском, их обслуживал, они как бы к нему на английском не пытались, по-русски с ним, говорит, он и не стал, но он все слышал, все, что они комментировали, про еду, про ресторан, про него, я это все это знала, видела со знанием, было крайне неприятно, его выдержка, это просто 10 из 10, глазом не повел, держал себя, не выдержала я, я им сделала замечание, говорю, чуваки, вы вообще офигели, говорю, вы же, как все ведете, вы приехали, хоть уважаете, вы не думаете, что вас здесь никто не слышит, мат переман, говорю, у меня, говорит, ребенок рядом сидит, уши в трубочку сворачивается, вообще, говорю, официант по-русски ваш говорит, они просто, вы бы их лиц, они замерли, у них просто над столом зависла тишина, в общем, да, лучше так не делать, у вас очень многие слышат, понимают, особенно если вы в анталийском побережье, мама и все прочее, там все сотрудники, очень многие говорят по-русски или какие-то фразы, тему, точнее, о чем вы говорите, не досконально, но тему разговора очень многие могут понять, имейте в виду, да, скажем так, очень многие вас слышат, понимают, просто из вида молчат, не показывают, чтобы не поставить где-то вас неловкое положение, там, или не делают вам замечаний. А я вообще сразу хочу, как с чего я начала видео, закончить его, пункты наши закончились. Со своим уставом в чужой монастырь не едут. Я думала, что история-то сначала, когда она развивалась осенью, уже парочка месяцев прошла, я думала, это неправда, притянуто за уши, оказалось, это правда, к сожалению. Я так вкратце скажу, не буду вдаваться в подробности, кто меня постоянно смотрит, я думаю, в комментариях это напишите, вы тоже в курсе. В Анталии, в той стороне где-то, на Анталийском, назовем так, побережье, в Анталии, в границах, в городах, границах с Анталией, русскоговорящие или страны СНГ, славянские, я не знаю, как назвать. В общем, люди, которые там приехали, они все равно здесь у нас туристы, да, если ты турист в Пакетный, приехал на две недели, или ты получил, туристически называется вид на жительство и комет, ты тоже турист, потому что ты не имеешь права здесь работать по нему, ты все равно здесь числишься туристам. Вот, они все, эти люди, которые приехали на две недели как туристы в отель или с ВНЖ, они все одинаково туристы в стране, считаются по закону. Так вот, туристы, люди, которые там были, ну, долго проживающие, на какой-то период приехали в Анталию, собирали петицию, подписи против Эзана, если кто знал, Эзана, там молитва в мечети, которая происходит пять раз в день, да, это громко, шумно, можно жить в мечети, не очень комфортно, ну, блин, выбирайте себе жилье, чтобы этого рядом не было, против того, чтобы запретить Эзаны. Я это когда слышала, сначала ему это шутка, это ложь, возможно, это прикол вообще какой-то, что такое могло быть, оказывается, да, это казалось правдой, мне было очень стыдно за это, вот мне было стыдно, у меня сразу мысль была, ну, блин, ну, почему мусульмане, которые живут в Москве, в Питере, например, в Минске, в Беларуси или еще где-то, они не собирают подписи против, например, звона церковных колоколов, против оскорблений их мусульманских чувств верующих, против вашей религии и так далее. И у меня это был просто шок. Какие невежды эти люди. Если меня кто-то смотрит с тех, кто собирал эти подписи, ребят, вы вообще что делаете, у меня нет слов. Как вы вообще целы остались? Насколько туркам хватает терпения? Это рядом терпеть? Проглатывать это, их терпение, я сразу говорю, не безгранично. Флаг, деньги, вера, религия, это святые вещи для любого турка, они все здесь патриоты. Только попробую на это вообще фи свою сказать, накинуться и петиции, вообще я не представляю, я не знаю до конца, как эта история закончилась, кто в курсе, напишите в комментариях, очень интересно, я просто в интернете прям не шерстила, не узнавала, потому что это все выходит на всякие форумы, простите, срачники всякие, это читать, не хочу эту грязь всякую, мне не интересно это подцеплять на себя, назовем так, но, короче говоря, я была в шоке, что такое вообще додумались сделать, это какое же неуважение, в первую очередь, к самим к себе. Здесь ответ всегда один простой, тебе не нравится, едь к себе домой, у тебя не еду, здесь никто не держит, ты просто no comments, как говорится. Что вы думаете по этим правилам, может быть вы, я не права где-то, я просто про Стамбул даже больше, честно скажу, эти правила рассказывала вам, где я постоянно живу, да, о чем у меня есть компетентное мнение, в стране может быть в разных регионах, частях по-другому с этими правилами, расскажите, с чем вы сталкивались, и сразу говорю, что, конечно, неадекватные, ненормальные люди есть везде, где-то кто-то кому-то придирается, я не могу за всех, и за всю страну, за всех турок сразу сказать, но я максимально постаралась адекватно разложить, скажем так, эти правила. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев под видео, ваше мнение на эту тему, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте в соцсетях, это очень мне поможет. Кому нужна психологическая консультация, то в инфобоксе под видео моя почта, тема письма консультация, пишите, я вам отвечу. Спасибо за внимание, всем пока. Продолжение следует...